Понимаете, то есть идея в чем заключается? В том, что аскеза всегда приводит человека к победе, но только надо знать, какая аскеза к чему приводит. Я вам это примерно рассказываю, как это все действует. Допустим, если ты чувствуешь, что тебя в жизни все время обманывают, судьба, допустим, там, как я видел в жизни суету, а чей бессонной пустоту, и девушку любил не ту. Ну, то есть обманывает жизнь, да? Что делать? Все, что понято с трудом, то мне дороже. Ну, то есть, а делать вот что надо. Если ты чувствуешь, что тебя судьба обманывает, учись говорить правду. Начни просто людям открывать сердце свое, хорошим людям, хорошим, старшим лучше всего. Не надо дуракам сердце открывать. Как говорят, как бы, на дурака не нужен нож. Ему с три горба наврешь и делай с ним, что хочешь. Если человек открывает сердце не тому ли человеку, это дурость. Открывайте старшему, как бы, исповедь, покаяние. Открывать сердце старшему означает способность увидеть трезво свою жизнь. Если ты открываешь сердце старшему, ты свою жизнь сможешь увидеть трезво. Даже вот эти, просто у нас люди встают, начинают мне говорить. Они пока говорят, уже сами понимают, что делать. И даже отвечать не надо. Говорит, Олег Геннадьевич так все видит хорошо. Так вы сами открываете все. Как вы говорите, уже все понятно становится. Потому что вы сами все сделали. Когда человек открывает сердце, в это время он ясно видит свою жизнь. Уже чуть-чуть помочь и все остается. Совсем немного. Если ты хочешь сдать экзамен, тогда научись видеть в этом пользу. Ну, допустим, экзамен по физике хочешь сдать. Некоторые зубрят, зубрят, зубрят думают. О, сейчас все буду знать, сдам экзамен. Нет, просто научись в этой физике видеть пользу. Понимай, зачем она нужна. И эту пользу, знание, видение своей пользы физики, что ты любишь физику. Покажи преподавателю. Так как он сам любит физику, он увидит. И все, он тебе обязательно поставит хорошую отметку. Даже если ты ни бени, мини, кукареку не скажешь. Потому что только через любовь передается милость. Часто преподаватели выбирают людей, которые вообще... Вот этой логики нет. Если запись посмотреть, как отвечают люди на экзамены, логики никакой нет. Человек может много чего хорошего сказать, но не нравится он, преподаватель, этот человек. Его все равно завалят. А другой человек приходит, он любит предмет, но ничего не понимает в нем. Как я помню, со мной сдавал один из Афганистана. Человек пришел, служил в Афганистане, воевал. Пришел в медицинский институт, решил поступать. Хоть хотел теперь людей не убивать, а лечить, научиться. Хорошая, благородная идея. И он там как бы... Он вообще ничего не соображал по химии. Вообще. Он потом рассказывал мне об этом. И ему преподаватель сказал, ну какого цвета учебник по химии? Ну какого цвета он знал? Это же совсем смешно. Ну он ему поставил 4. Потому что хороший человек, он видно, что хороший человек понравился. И он правда потом хорошим врачом стал. Человек. Любовь передает милость. Когда человек любви достигает в аскезе, милость приходит в его жизнь. Какой признак, вот как определить, что человек аскетичный? Аскетичный человек имеет определенные признаки. Как, например, такие признаки. Когда человек аскезы, связанные с пищей, совершает, то он обретает способность кушать, пить только пищу, приготовленную добрыми людьми и только освященными. Всю жизнь. Вот как-то в жизни его так складывается, что он не в ресторанах, не в кафешках китайца, а только пищу, приготовленную добрыми людьми и только освященными. Это аскезы к питанию. Такой результат дает. Дальше. Мужчина, какой бы он трус ни был, если он как мужчина живет, по-настоящему свой мужской долг выполняет, ответственно живет, становится сильным и мужественным. Всегда. Любой человек. Неважно, какой трус был. Дальше. Если человек, если мужчина всегда в обществе выполняет свой долг перед обществом, перед страной, перед государством, сейчас у многих людей даже это понятие государство атрофировалось. Мы только столько негатива от правительства читаем, что у нас атрофировалось это понятие полностью. Мы не понимаем, что мир в стране – это милость. Войны нет уже сколько? 60 с лишним лет. Это милость. Вот на этой стране нет войны здесь. Это милость, которая идет от старших, от тех, кто управляет страной. Будь благодарен. Будь благодарен, иначе получишь другой результат. Тотальная неблагодарность народа приводит к революции. Революция приводит к тотальному разрушению страны. Она может 20-30 лет потом после этой революции восстанавливаться, как у нас было в 17-м году. Вот сейчас мы хотим повторить подвиг Матросова, да? Еще раз хотим лет на 40, да? Вот это вот. Надо любить старших, учиться. Вот дали мир, дали нам. Есть дороги, по которым можно ездить. Есть предприятия, на которых можно работать. Это все означает милость. Уважать надо эту страну. Уважать правительство, уважать культуру. Все уважать надо. И когда человек, мужчина, вот так патриотично, серьезно настроен, он получает верную и честную жену, которая так же его уважает, как он родину. Потому что для женщины родиной является муж. А для мужчины страна. Ну это так аллегория. Ну так и есть на самом деле. Она пилит мужа, женщину, а мужчина государство. Мужики государство пилят, женщины там на демонстрации не выходят, кирпичами не кидаются. Мужики это делают. А женщины сидят в это время, пилят своих мужей, которые выходят на демонстрации, кидаются кирпичами. Все закономерно. Очень каждый своим делом занимается. Если человек, будучи сильно процветающим, постоянно думает о нищих и постоянно заботится о нуждающихся, его процветание никогда не закончится. Еще раз повторяю. Если человек, будучи богатым и процветающим, постоянно заботится о ком-то и думает только об этом, его процветание никогда не закончится. Потому что он вошел в правильную аскезу. Он делает правильные вещи, которые будут его возможность быть влиятельным, взращивать постоянно. И знайте, что то, что я перечислил, это плоды необыкновенного эскетизма. Обычно богатые люди не способны жертвовать, они становятся жмотами. Обычно сильный, мужественный человек становится жестоким. И так далее. Знаете, что если человек сильно привязан к сексу, сну, еде и негативу, он никогда не сможет стать аскетичным и побеждать с помощью аскезы свою жизнь. Есть четыре силы, которые разрушают аскезу, аскетичность. Это сильное желание секса, ну, постоянные занятия сексом чрезмерные. Раз. Второе. Лень. Много сна, много неподвижного состояния. Лень, неподвижность. Такая ленивость. Дальше обжорство и сплетни. Бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе. Разрушает аскетизм человека. Девушке, достаточно просто посплетничать 15 минут с подружкой и до свидания, аскетизм. Вы не сможете дальше то, что вы наметили сделать. Просто чуть-чуть кого-то пообсуждали. Мужики новости посмотрели, там, э-э-э, все, плохо, все, до свидания, аскетизм. На следующее утро вы не встанете рано утром уже. Почему? Потому что не будет сил. Силы человека побеждать себя всегда копятся в позитиве, а не в негативе, запомните. Все негативно настроенные люди, все эти бубнилы, они никто не аскетичные. Все эти люди, на самом деле, они все слабы в своем сердце. Сильный человек, всегда благородный и всегда добрый ко всему. Доброе отношение ко всему. Понимаете, сейчас очень сильно процветает, особенно межрелигиозная злоба. И это позитивируется как доброта. Если человек видит, что вера неправильная, даже если он это видит, что вера неправильная, он все равно будет об этом говорить с добротой, а не со злобой. И это признак того, что у него вера правильная. Но если он ненавидит кого-то, это у него все неправильно, а не у того, кого он ненавидит. Я не говорю про саму веру, Я говорю про то, как верят люди в Бога. Если ненависть, злоба брызжет изо рта у человека, никогда это не значит, что у него правильная вера. Запомните. Это не значит, что он не в правильной вере находится. В вере-то, может быть, он и в правильной находится. Только в его сердце вера неправильная. Вот в чем проблема. Что правильная вера всегда обозначается добротой сердечной. Человек с правильной верой способен переварить злобу в своем сердце, ненависть и быть благородным. Это признак правильной веры. Жестокость, злоба, хамство никогда не является признаком правильной веры. Сейчас мы перечислим признаки аскетичных людей. Куда аскеза уходит? Первое. Она уходит в благородное происхождение. Если человек правильно жил в своей жизни, он рождается в аристократической семье с хорошими правилами. Он, как и раньше, в дворянской происхождении говорили. Он как бы рождается в дворянской семье, этот человек. Или вот в очень такой образованной, интеллигентной семье, как Лев Толстой, допустим, был дворянином. Это значит, что он с прошлой жизни был аскетичным человеком. Это первое. Дальше. Способность совершать аскезы. Легко вставать рано утром, легко поститься, легко бегать там, спортом заниматься, легко прощать, прощить прощение. Означает аскетизм с прошлой жизни. Образованность. Человек эрудированный внутренне, то есть он понимает вещи такими, какие они есть. Признак аскетизма с прошлой жизни. Хорошие манеры. Признак аскетизма с прошлой жизни. И когда человек соблюдает правила религиозной жизни. Знаете, что это за правила? Сейчас объясню. Когда человек, допустим, неженат, он не должен заниматься сексом ни с кем. Неженат, совершая аскезы, образовывайся, учись, стань сильным, зрелым, женись. Первое правило. Неженатый человек не гуляет. Это означает, что он живет правильной религиозной жизнью. Второе правило. Женат. Женат. Совершая аскезы в семейной жизни. Зарабатывай. Ограничивай свои чувства. Заботься о других людях. Корми страну. Ну то есть совершай добрые дела. Не разводись. Не гуляй. Не думай о других женщинах. Выполняй свой семейный долг. Дальше. Третье правило. Если ты уже как бы отошел от семейной жизни, от дел, думай только о Боге и молись. И четвертое правило. Есть люди, которые добровольно принимают отреченный образ жизни. Вы знаете все правила этих людей. Надо жить в храме. Надо поменьше мирского. Побольше молитвы. Побеньше критиковать. Побольше раскаиваться. Там аскезы совершать и так далее. Женские и мужские аскезы. В чем разница? Интересная разница есть. Я когда приехал в гостиницу. Вот здесь вот. Я сидел, ждал, когда меня заселят. Я знал уже, когда я ехал, что меня не сразу заселят. Я посмотрел на свою судьбу и увидел по левой руке у мужчины, как бы связанное со средним пальцем, препятствия увидел вот здесь. Я не буду вам все эти рассказы, тонкости. Это препятствие означает, что меня не заселят сразу. Так оно и получилось. Я там час сидел, ждал. И в это время я уже не знал, что мне делать. Устал с дороги. И посмотрел на телевизор. И в это время там женщины занимались боксом. Две женщины дрались. Били морду другую. Такие. Это не женское дело морду бить. Не женская аскеза. Она и женщине не помогает. Ну не помогает никак вообще. Потому что женская сила это способность побеждать без боя. То есть женщина так создана, у нее так природа устроена, женская, что она побеждает лучше, эффективнее, без насилия. Вот если она не совершает насилие, она лучше побеждает, чем если она совершает. А если она начинает совершать насилие, она наоборот себе портит жизнь. Только и все. Вот, например, если женщина заплачет, она больше добьется, чем если она будет царапать мужа когтями. Понятная система, да? Есть женские аскезы, значит, получается. Есть мужские. Ну то есть храбрость, выносливость, спать на твердом. Любить за холодную воду. Всегда пытаться побеждать. Доказывать свое. Отстаивать. Как бы свои правила жизни. Спокойствие. Терпение. Непреклонность внутренняя. Способность отличать дурное от хорошего. Мужество внутреннее. Способность переносить трудности жизни. Это признак мужских аскез. Это мужские аскезы все, не женские. Женские аскезы. Доброта. Способность быть доброй. Прощать. Способность прощать. Женская аскеза, не мужская. Дальше нежность, заботливость, способность заботиться. Это аскеза. Что думаете, очень легко заботиться? Некоторые мужчины думают, а что это, ты же женщина, давай готовь. Это силы нужны, чтобы готовить. Силы, женские силы нужны иногда. Этих сил нет. Очень трудно иногда. Это аскетизм. Быть всегда, любить, уметь любить, готовить, заботиться. Это означает аскетичная женщина. Сильная. Немного сил женских. Это не то, что само собой это происходит. Если у тебя мужских сил нет, то в ней женских не будет. Она не вдохновляется. В противоположной энергии. Мужчина крепкий, сильный, терпеливый. Женщина становится заботливой, нежной, ласковной. В противоположной энергии всегда усиливают друг друга в семейной жизни. Но есть интересные вещи, что есть женские аскезы, которые вдохновляют мужчину на что-то. Хотите знать, какие энергии у мужчины появляются в жизни благодаря женщине? Слава. Слава. Славным мужчина становится, если в него верит жена. жена верит в человека, он славным становится. Удача. Если женщина верна своему мужу, то у него в жизни появляется удача. Удача ли ему становится? Ну, нельзя его убить, невозможно, ничего с ним сделать плохого. Жена верна с жены это все делает. Изящная речь означает, если у человека изящная речь, это значит, что жена правдивая. У жены правда в сердце очень сильно. Изящная речь. Память. Сильная память у мужчины. Это значит, что женщина не имеет злой памяти. Она все прощает. Прощение в женском сердце дает память мужчине хорошую. Рассудительность у мужчины означает чистоту у женщины. Если женщина очень чистая, целомудренная, значит, мужчина будет рассудительным. Целеустремленностью человек обладает, если его жена соблюдает правила религиозной жизни. Она все делает по правилам религиозным. Мужчина становится как стрела, направленным куда надо. Доброта появляется у мужчины, если жена снисходительна к нему ошибкам, недостаткам. Станутся добрым, снисходительным к людям. И только одно качество одинаковое. Если женщина терпит, мужчина тоже терпит. Если мужчина терпит, женщина терпит. Одно качество совпадает, а все остальные отличаются. Но это одно и то же. И можно наоборот сделать, сказать наоборот. Если мужчина славный, то есть он как бы имеет славу, то вот женщина такой вот становится, как я вам говорил. То есть она, женщина становится для него, ну вот такой как бы уважает его сильно, любит. Она просто от того, что он славный становится, он уважает его, потому что он сильная, славная личность. Если мужчина способен побеждать судьбу, становится удачливым, то тогда женщина в результате, она становится верной и так далее. Ну то есть это одно и то же, просто в мужском и женском теле. Мужчина достигает своего, женщина меняется. Женщина достигает своего, мужчина меняется. Поэтому счастье в семье, оно, это одни весы на двух чашах. Ну счастье для двоих одно и то же. Ты свое сделала, получила в нем то, что хоть нужно тебе. Ты свое сделал, в ней получил то, что тебе нужно. Делай свое. Не надо пальцем ни на кого указывать. Допустим, ты у меня неверная, поэтому я несчастный, у меня удачи нет. Да нет, ты несчастный, потому что ты несчастный. Стань удачливым, жена станет верной. Если человек терпелив в жизни, то он всегда снисходительно относится к недостаткам других. А терпелив означает, побеждает свою судьбу. Если человек свои недостатки побеждает, он никогда не будет критиковать людей за их недостатки. Потому что критика людей за их недостатки всего лишь означает, что ты сам не побеждаешь свою судьбу. Поэтому ты излишься на то, как люди ее не побеждают. Сам начни побеждать свою судьбу, по-доброму начнешь относиться к алкоголикам, к тунеядцам. Поэтому если тебе ленивые люди раздражают, значит ты не победил себе эту судьбу. А если тебе просто сострадание к ним, думать, господи, чего же ты такой ленивый. Ну не то, что ты не заставляешь, но помогаешь ему не быть ленивым, но при этом злобы нет. Это значит, что ты победил свою судьбу. А если, допустим, ребенок двойку получил, значит ты не победил свою судьбу. Если ты чувствуешь, что как-то так вот, значит победил. Если ты строго к нему относишься, но по-доброму, значит это не твоя двойка, это его двойка. Ты уже эту двойку не заслуживаешь, он заслуживает. И он перестанет, значит, получать по твоей милости. А если ты на него орешь или кричишь, значит это твоя двойка, твоя по твоей судьбе, родная. Точно так же начальник, если он гнобит своих подчиненных, они родные, они тебе положены, эти люди. А если ты по-доброму относишься к ним, строго, но по-доброму, говоришь, Василий Петрович, я тебя уволю, если еще раз выпьешь. По-доброму. И увольняешь по-доброму потом. Да, можно по-доброму увольнять спокойно. У него злобы в сердце не остается, он пошел, говорит, да, виноват, я сюда не справился. И он все понимает, потом на следующей работе уже нормально себя ведет. Или опять возвращается уже трезвым. То есть терпение означает победа над своей судьбой. Терпеливые люди всегда победоносцы. Если видите, человек нетерпеливый, значит, он не справляется с своей судьбой. Признак такой. Итак, способность преодолевать неустойчивость своей жизни, способность побеждать свою судьбу, называется терпением. Что такое терпение? Что это за качество и характер? Если ты способен побеждать свою судьбу, значит, ты становишься каким? Терпеливым. Спокойно относишься ко всему. А у женщины это как проявляется? Женщина должна быть терпеливой? Нет? Это по-другому у женщины выражается. Допустим, она должна эмоции терпеть. Вот, допустим, она хочет мужу пожаловаться и терпит, терпит, значит, побеждает судьбу. Должна терпеть? Нет? Нет. В чем терпение женское выражается? Верности. Верности оно выражается. В способности закрыть рот, когда мужчина открывает. То есть, если он открыл рот, молчи, слушай. Ну, хотя бы делай вид, что слушаешь. Так, стой, слушай, как будто бы слушаешь. Боже, господи, когда же он заткнется. Вот. Но слушай смиренно, делай вид хотя бы вот так вот стоит. Означать терпение для женщины. Потом можно поплакать, когда он закончит. Не обязательно там вот все время стоять и молчать дальше. Можно поплакать. Нормально. Терпение у женщины не означает, что она свои эмоции зажимает. Если женщина зажимает свои эмоции, у нее гормональные функции разрушаются. Она рожать не сможет потом. Плакать не запрещается. Жаловаться не запрещается. Вот. Все это женщине не запрещается. Но убегать к другому запрещается. Не уважать мужа запрещается. Не прощать запрещается. Вот это означает терпение. Что я приняла две вещи. Женщина в терпении означает две вещи приняла. Зарплату мужа и его характер. Две вещи всего надо принять женщине. Не так много, правда? Зарплату и характер. И все счастье полное. Все отлично. Да. Как научиться прощать? Тема сложная. Я ее поднял, но как бы я знаю, что я не смогу ее в полной степени раскрыть. Потому что только духовные развитые люди обретают способность к прощению. Некоторые люди говорят, я что-то простить до сих пор не могу. Вот прощаю, прощаю, не могу простить. Запомните, человек вообще никогда не может никого простить. Это только Бог в моем сердце дает мне милость простить. Если я кого-то простил, значит Бог мне уже дал эту милость. Потому что если я кого-то не простил, это значит, что я милость эту не получил в своей жизни. Не получил. Это значит, что я сам не прощен. Потому что когда человек в моем сердце не прощен, это значит, что я таким был раньше и еще свою карму плохую не отработал. Вот если я не простил какого-то человека, значит я еще такой же чуть-чуть остался, как он. Понятно, вот если я полностью простил, значит это уже не моя судьба, этот человек. То, что он сделал со мной, больше никогда уже не повториться не будет. Это даже касается убийства. Допустим, у кого-то ребенка убили, допустим. Убийцу все равно, да, наказать надо обязательно, но простить. Если ты простил, то с тобой это никогда уже не повторится. В следующей серии не будет уже закончиться, это кино в твоей жизни все. А если не простил, не закончится. Опять возможно будет. Потому что это твое кино, твое. Ты сам сделал то же самое когда-то. Хоть это и прискорбно об этом вспоминать и думать. Как один человек ко мне пришел, говорит, у меня серия тяжелых событий в жизни. Начал смотреть на него судьбу, тогда еще консультацию давал, время больше было свободно. Смотрю, говорю, что вы, наверное, в прошлой жизни много людей поубивали. Такой смотрит на меня, такой, у меня такой раз холод потел. Он говорит, что я и в этой жизни уже много поубивал. У меня правда какая-то школа-то, зыб такая по телу пошла. Правда? Реально? Я говорю, ну вот поэтому и череда событий идет. Он говорит, меня не поймали. Он говорит, но события плохие. Я говорю, вот терпите теперь. Что делать? Судьба может посадить в тюрьму. Не обязательно правительство будет сажать. Не может человек избежать наказания, если он злобствует. Никогда не сможет избежать наказания. Иногда люди злобствуют по своей просто искренней неграмотности. Искренней неграмотности. Особенно это касается вопросов веры. Если человек злобствует, не зная, что он злобствует по поводу правильной веры, думая, что это не вера, а просто какой-то сатанизм, он так думает и злобствует. Он может думать, допустим, как бы этого не касаться. Нормально. Мы не можем все замыслы Бога знать. Но если человек думает, что это неправильная вера и злобствует, это называется невежество просто. Но оно не оправдывает. Или человек берет, взрывает себя, убивает других ради веры. он в это время имя Бога повторяет. Представляете? Он злобствует конкретно, ну, лишает людей жизни ради веры. Этот человек не оправдывает. Все равно ты будешь за это отвечать по-любому. Потому что если ты злобствуешь, даже ради веры, все равно, хоть ты и невежественный человек, ты не понимаешь, что ты делаешь, искренне заблуждаешься, все равно за это будешь отвечать. Все равно. Поэтому правило номер один. Никогда не злобствуй. Это самый лучший способ избежать серьезных проблем в своем будущем, в своей судьбе. Никогда ни перед кем не злобствуй. Самый лучший способ. Потому что если ты думаешь, что ты свою злобу проявляешь ради справедливости Господней, то, может быть, ты ошибаешься. Такое может быть вполне. И тогда еще больше. К сожалению, ты получишь. Поэтому, знаете, самые большие страдания человек испытывает, когда он оскорбляет верующих людей. Если человек оскорбляет искренне верующих людей, он Богом не будет прощен. Это я вам цитирую в Священном Писании. Пока он не раскается перед этими людьми сам лично. Прощение не всегда доступно. Мы не можем быть прощенными иногда. Вот в этих случаях, когда святого человека, особенно человек оскорбляет, он не будет прощенным, пока он не раскается перед этим лично человеком. Есть четыре категории людей. Если ты оскорбил невежественного человека, просто раскася в своем сердце перед ним, и ты будешь прощен. Невежественный человек это человек, погрязший в грехах. Например, ты говоришь, ты убийца на того, кто убил. Он оскорбил его. Душа же, правда, не убийца, душа просто. Ошибся, заблудившаяся душа, конечно. Ну, за злобой сказал на него, просто раскася, скажи, что-то я погорячился. И все, и ты будешь прощен сразу, без проблем. Дальше, если ты оскорбил человека в страсти, то есть человека, который сильно привязан к деньгам, к славе, к подчету, другого счастья у него в жизни нет, ты такого человека оскорбил, то просто раскайся в своем сердце и этому человеку улыбнись, скажи, добрый день, я рад вас видеть. Скажи ему что-то хорошее. Не надо ему приходить и раскаяться перед ним. Невежественному человеку не надо подходить и раскаяться перед ним, потому что он это запомнит. тебе потом. Страстному человеку не надо подходить и раскаиваться, сердце свое открывать. Он обязательно запомнит. Он не будет тебя наказывать за твое оскорбление, но воспользуется. Например, ты раскаялся перед ним, а он потом придет и скажет, так как ты вот такой, теперь вот так будет. То есть он воспользуется этим, он поменяет отношения в свою пользу. Поэтому страстному человеку не нужно говорить, что ты раскаялся, а просто по-доброму начать к нему относиться. Вот если благостный человек, кто такой благостный человек? Это тот, кто зла никому не желает, над собой работает. Понимаете, есть три категории людей. Есть люди, которые вообще как бы не хотят ни над чем работать, они хотят просто балдеть. Это невежественные люди. Кто такие страстные люди? Они работают над другими. Их энергия, победа над судьбой направлена вовне. Они думают, что надо деньги привлечь в свою жизнь, будешь счастливым, надо поменять близкого человека, будешь счастливым. Поэтому они меняют этот мир, страстные люди, они себя не меняют. Кто такие благостные люди? Они перестают этот мир менять, начинают себя менять. Вот когда ты с благостным человеком встретился, раскаясь перед ним напрямую. и тогда, ну не говори ему всех деталей, чтобы не ранить его сердце. И тогда ты будешь прощен. А если ты со святым человеком встретился, скажи ему все детали, раскаясь перед ним глубоко, и тогда ты будешь прощен. А если нет, тогда не будешь. Понимаете? Если ты со святым человеком встретился, тогда прямое раскаяние, глубокое раскаяние. Очень важно это знать, иначе будешь мучиться всю жизнь. Поэтому непрощенность бывает в этом мире. Иногда люди говорят, я что-то непрощенный хожу такой, непокаянный. Как это выглядит? Это выглядит так, что человек не может отвлечься от дурных мыслей. Вы знаете, когда человека несет в голове, у него бардак, его несет, несет на злые мысли, это значит, что он кого-то сильно оскорбил. Вот есть такое понятие «злыдни». Вот «злыдни» — это люди, которые сильно кого-то оскорбляют в своей жизни. И они не раскаялись. Они становятся постоянно в негативе, всех не любят, ненавидят. Конечно, они при этом какую-то добрую идею как бы этому какую-то делают, что она типа какая-то миссия в жизни, в нем важно ненавидеть других людей, особенно за их веру. Это просто оскорбление. Это дает такой результат. Человек не может отвлечься от негатива. Он постоянно думает о плохом, злится на людей, постоянно вот в этом каше в этой варится. Признак серьезных оскорблений. Будьте осторожны. Если вы чувствуете, что постоянно что-то вам лезет в голову, вот эти мысли «все плохо», «у нас она плохая там» и все прочее, значит оскорбление. Оскорбление страшной силы, разрушающая жизнь человека. Запомните, есть только одна сила, которая по-настоящему сильно разрушает жизнь человека и делает его необменяемым по отношению к самосовершенствованию Богу. Это оскорбление других людей. Только одна вещь, которая Богу сильно не нравится. Сильно не нравится. Все остальное прощается. Поэтому есть люди непрощенные. Эти люди могут прощение получить только раскаявшись перед людьми. Обычно они считают себя самыми умными, что они лучше все знают, как Бог тут все устроил. Эти люди судят веру других людей, судят их мотивы. Как одна женщина, она воспользовалась методикой такой, в общем-то, интересной. И она начала описывать мои мотивы. Ну, то есть, по чертам лица, там, начала описывать мои мотивы. Как можно по чертам лица мотивы человека определить? Черты лица – это просто застывшая прошлая жизнь. Она не указывает никак на мотивы. Человек в прошлом бандитом даже может быть, и его мотивы могут стать священными в этой жизни. Мотивы человека – это его просто желание жить, то есть его направленность жизни. Понимаете? И черты лица могут указать на наклонности человека, на его, как бы, способ мышления, но не на мотивы, не на веру человека, и на него корысть или бескорыстие, черты лица никогда указать не могут. А когда ты по чертам лица судишь о мотивах человека, это называется оскорблением. Личности уже, оскорблением личности. Никогда не позволяй себе судить о том, что недостижимо для тебя. Это очень опасно. Можешь очень сильно влететь потом. Бог не любит таких вещей. В общем, я не захотел дальше ее слушать. Не потому, что, как бы, я против, да, нормально, но мне не понравилась система. Нельзя мотивы определить по чертам лица. Тоже человек в ладошку смотрит или гороскоп. Вы будете бандитом. Как ты определил? По этой картинке, которую там видел. Никогда не сможешь ее определить. Там написано просто наклонности человека. А кем он станет, это его свобода выбора. Он сам решает. Будет он праведником или бандитом, это его выбор. Ничто не может нарисоваться в этом. Ни в карте, ни на лице, ни на ладони. Не может быть указано направление движения судьбы человеческой. Он сам выбирает, когда он будет двигаться сам. Это наш выбор. У нас есть наклонности. Допустим, меня тянет в одну сторону очень сильно, но я могу все равно в другую. Это мой выбор. Это наш выбор. Качество, которое должна развить в себе цивилизованная личность. Представляете, в ведах описаны, вот как мы считаем цивилизованную личность. Свитцарские часы должны быть. Записывайте. Вот свитцарские часы. Ну, то есть, модная одежда, модная прическа. Надо также иметь правильный, ну, знать вот эти все кебабы, суши там. Ну, то есть, модный язык надо знать, вот это вот все. Модный язык знать. Это означает цивилизованная личность. Мы так сейчас думаем. Смотрите то, что писано в священных писаниях написано. Качество цивилизованной жизни. Первое, не гневаться. Прощай. Значит, что ты цивилизованная личность. Вернее, ты еще не простил, но хотя бы пытайся простить. Это называется не гневаться. То есть, когда человек не гневается, он просто не хочет проклинать. Он не хочет злиться. Он просто понимает, что это не способ жить, злиться. Если ты хочешь наказать, накажи, но не надо злиться. Злоба означает, что ты не цивилизованная, просто не культурная личность. И все. Не лгать, пытаться. Второе правило. Постоянно жертвовать, отдавать свою речь, свои мысли, отдавать людям. Я желаю всем счастья. Это отдавать, жертвовать мысли. Отдавай богатство, там, корми нищих. Постоянно давай, заботься о других. Я недавно был в одном городе, в Северном, я уж не помню, где постоянно езжу, езжу. А, в этом, Красноярске. И вышел из подъезда просто подышать воздухом. И увидел там, ну, такой вот, просто пластиковая бутылка, да, там вырезана с двух сторон. И лежат семечки. И птички подлетают и клюют, подлетают и клюют. И столько радости в сердце возникло от того, что я это увидел. Это называется бескорыстие, раздавать богатство. Даже просто семечки повесил, вот эту штуку, и просто семечки, вот эти вот, которые птички клюют, они птичкам радость делают и тем людям, которые это все увидели. И ты от этого получишь счастье в жизни. Сто процентов, сто процентов, понимаете? То есть вот это качество цивилизованной личности. Сделай добрые дела, чтобы все радовались вокруг. И тогда твоя жизнь тоже радостной станет. Все-то я водяной, никто не водится со мной. Вот, ну сделай добрые дела, начни что-то делать доброе, чтобы радость вокруг пошла, и она у тебя в сердце тоже появится. Прощать уже по-настоящему, то есть чтобы здесь ничего не осталось. Это уже покруче. Зачинать детей только со своей законной женой. Качество цивилизованной личности. Понимаете, да? Поддерживать чистоту ума и тела. Ну то есть что такое чистота ума? Это опять же вот эти все качества характера. Стараться, не лгать. По-доброму ко всем относиться тогда. Чистота тела означает мыться каждый день. Не душиться одеколоном, а мыться. По-настоящему водичкой. Чистота тела также означает чистота квартиры. Тоже уборка, хотя бы пускай пылесос с дистанционным управлением убирают. Кто-то должен убирать. Иначе грязь она разрушит твою жизнь. Не питать никому вражды. Качество цивилизованной личности. То есть смотрите, есть враждебно настроенные люди. Правда ведь? Кто-то может разрушить нашу страну, хочет. Правительство свергнуть кто-то хочет. Такие это все люди какие? Это враги для этой страны. Знаете почему? Потому что самый лучший способ научить правительству, это помолиться за него, чтобы оно само научилось. Запомните, если люди пытаются свергнуть правительство, они создают хаос в этой стране. Новое правительство, чтобы исправить все, сделать все по-своему, для этого требуются годы. И вот эта система там поменялась полностью власть. Мы избрали новую теперь. Все поменялось. Хаос в стране создается. Мы видели, как недавно в одной стране, партия правящая пришла, и хаос полный. Народ дезориентирован. Никто не знает, что теперь делать, как жить. Потому что власть стала другой. Другие правила, другие законы, все другое. Это называется демократия. Так зачем нужна такая демократия? Она хаос создает. Лучше помолиться за тех, кто сейчас у власти, чтобы они все правильно делали. Им нужна молитва наша, а не нашей революции, там и демонстрации. Революция всегда это хаос, запомните. Это разрушение. Это всегда только трупы. Куча крови, понимаете? Вся самая цивилизованная во время таких вещей просто разрушается. И те, кто хотят в нашей стране разруху такую принести, это враги. Враги, но к ним вражды не надо питать. Надо знать, что они враги, прощать их, но строго внутренне. Строгость наказывать, но в сердце вражды злобы не питать. Злоба разрушает все. Злоба не бывает. Быть простым. Что значит быть простым? Знаете, когда что такое непростой человек, знаете, да? Такое теловье, такое, ну, и себя что-то корчит. Ну, это непростой, значит. Простой, вот какой есть, такой есть. Как есть, так есть. Будь простым. Это цивилизованный, значит, человек. Значит, есть крутизна такая. Я, допустим, захожу иногда в самолет в бизнес-классе. Ну, бывает просто, ну, что в бизнес-классе, потому что он вот такой, он просто благочестивый человек. У него столько качеств хороших, что он может позволить себе летать в бизнес-классе. Такое бывает. Добрый, богатый, хороший человек. А есть такие, знаете, сидя, ну, такие, ну, в общем, крутизна просто. Это означает, нет простоты. Это значит, что человек тупой. Что простота признак глубины. А если, ну, значит, он тупой просто. Ну, что делать? Надо простить. И дальше. Ленин, Ленин был простым. Ленин был простым. Очень разумным человеком, но простым. Абсолютно простым. Как есть, так есть все. Простота признак... Мы за Ленина, все. А то там кривлялся перед ними там. Они не завоевали людей. Заботиться о своих подчиненных, детях и тех, кто младше. Признак цивилизованного человека. Так, девять признаков я вам рассказал, писанных в Священном Писании. Если человек прощает даже тех, кто агрессивен и злобен, и сердце о своем злобу о таком человеке не держит, то это значит, что сила этого человека приходит от самой истины. Рассказанные вреды. Как определить, что сила человека и самой истины приходит? От самого Бога. Если человек может даже злыбню простить агрессивному и не держать злобу на нем в своем сердце, значит, сила у этого человека в сердце приходит от самого Бога, от самой истины. Запомните, только такой критерий. Потому что злыбню простить практически невозможно. Но если это получается, значит, Бог дает такую силу. Нет другой причины. Знайте, что если человек целиком и полностью отдает свою жизнь Богу, сразу же в этот момент ему списываются все грехи из его сердца. но при этом они там остаются. Понимаете, как в банке. Долги списали, но сколько долгов, все знают. Слушайте, внимательно, интересно. Допустим, человек полностью вручает себя Богу, он идет в монастырь. Все. Он вручил, он живет только для Бога. Судьба закончена. То есть она не действует. Он пока в монастыре думает только о Боге, служит другим. Его и судьба не действует плохая. Все. Если он думает, нет, мне не нравится такая жизнь, пойду назад опять в мир. Как только в мир шаг сделал, там в банке опять поднимается сумма. Ну, его, конечно, добрые дела в монастыре списываются там, сколько там, все подсчитывается. Но сумма опять возвращается назад. А если он всю жизнь так прожил для Бога и никогда не помышлял о себе ничего, вот вся сумма, все эти грехи так списываются окончательно в момент смерти этого человека. Все. До свидания, грехи. Его сердце становится абсолютно чистым. Система ясна? Это не надо думать. Я как бы Богу в храме сказал, Бог, Господь, я твой, все, я твой. На пять минут потом вышел, опять уже не твой. Ну, вот на пять минут он тебе все и простил. В это время ты как бы с Богом был, а потом назад все. Понимаете, то есть не надо думать, что так все легко, как бы раскаялся на пять минут. И грехов нет, пошел дальше грешить. Ну, заново, да, апгрейд сделал. Нет, так не бывает, мои хорошие. Конечно, когда ты раскаиваешься, то ты осознаешь свои грехи, и у тебя больше возможностей их победить. Это любой момент раскаяния, это самое лучшее. Это уже дает тебе возможность потом побеждать лучше. Поэтому раскаиваться в храме надо обязательно. Исповедь, раскаяние обязательно нужна. Все это нужно обязательно. Но это не значит, что все, апгрейд происходит, у тебя там ничего не остается, все, пошел, что хочешь, то и делай. Нет. Апгрейд происходит. Если ты дальше будешь жить правильно, он так и остается. А если нет, значит, тогда все возвращается назад. Немножко по-другому. Ты их лучше понимать начинаешь. Они для тебя становятся понятными, твои грехи, после раскаяния. Человек, который живет животный образ жизни, означает, просто наслаждается жизнью, всегда идет вниз, в ад. Человек, который совершает аскезы, работает над собой, всегда идет в рай, наверх. Человек, который живет правильно, честно, не сильно напрягается, не сильно убивается, живет честно, правильно, без аскез, без особых и без грехов. Остается посередине. Рождается опять, я и был в том же месте. Но если, не дай Бог, человеку решит, что он обязательно будет грешить дальше, он решил, что он будет, допустим, изменять жене, или, допустим, будет обманывать всех, или будет делать какие-то недобрые дела, но он при этом узнал правила техники молитвы, он знает, как очищать свою жизнь, и он решение такое принял. Я буду воровать, глупости делать, грехи совершать, и при этом буду молитвой все это убирать. Этот человек, самый падший из всех живущих в мире, говорится в Священном Писании, и наказан будет больше всего. Приводится такой пример. Ну, буддистская такая притча. Это буддисты рассказывают своим монахам. У буддистов есть как бы правило, ну, вегетарианство, ненасилие. То есть нельзя совершать насилие. Ну, и, допустим, там такая притча, ну, допустим, монахи пасут яков. Яки им дают шерсть, дают молоко. Ну, можно воспользоваться и мясом, да, яков. Ну, яки это такие коровы горные, вот, шерстью, такие шерстью оброшенные. Притча такая. Ну, монахи пасут яков. И так получилось, что яки как-то прижимаются, прижимаются к скале. Ну, как-то вот судьба так действует. Ну, он немножко их прижимает, конечно, сам, тот, кто пасет. А там внизу тоже случайно уже как бы на плите, которая внизу лежит под скалой, там уже и нож лежит для разделывания, и монах туда забрел тоже случайно какой-то. Вот, ну, а вдруг упадет як вот сам. Своей смертью погибнет. Не то, что его кто-то убьет, а просто вот ненасильственная смерть, значит, мясо не греховное уже. Понимаете, да? И як, конечно, падает там какой-то, потому что куда ему деваться, его зажали. Кто-то свалится однозначно. Вот он валится, его потом разделывают и думают, о, чистое мясо, не греховное. Это буддистская притча. И какой этой притчи, как бы, для буддистов? Резон. Горизон такой. Он говорит, Бог, там говорит, Бог знает больше, чем ты предполагаешь. Например, я знаю один случай, одна девушка, послушая мою лекцию, и она так сделала, что муж сам ее бросил. И она говорит, опа, да классно, нормально. А он меня бросил, он будет отвечать. Бог знает больше, чем ты предполагаешь. Он знает больше гораздо. Поэтому не тешь себя иллюзией. Если ты его заставила бросить, и там думаешь, что у тебя потом все классно будет, то ты в иллюзии. Как диагностировать свою судьбу по своему сердцу? Сердце всегда указывает на судьбу, всегда. Судьба всегда, человек находится в сердце. Чувство тревоги указывает на то, что есть тяжелая судьба. Если человек предается чувству тревоги и думает только о нем, называется мнительность. Судьба становится еще тяжелее. Поэтому мнительным людям не надо слушать о тяжелой судьбе. Допустим, мнительный человек или человек, не желающий работать над собой. Пришел на лекцию о судьбе. И лектор тоже, как бы, чуть-чуть считает себя Богом. Ну, чуть-чуть совсем. И рассказывает мнительным людям о том, у кого судьба, в живу осеннее пальто не покупать, у кого судьба, никогда замуж не выйти, у кого судьба, никогда не жениться, а у кого судьба скоро помереть от болезни. Лектор такой классный, да? Знаете, когда астрологи, психологи, всякие люди, которые о судьбе человеческой говорят, обрекают человека на что-то, эти люди все считают себя Богом. Потому что Бог человеку всегда дает хоть маленькую, но свободу выбора. Даже если у человека по судьбе опасность смерти, ну, находится на 99,9,9, там и 9,9,9 процентов, то все равно вот этот 0,0,0,0,0,0,0,1 у него есть. И если этот психолог или астролог покажет ему на 0,0,0,0,0,1 подтверждение, то в этот момент этот астролог станет хорошим человеком. А если он ему покажет на 9,9,9,9,9, тогда этот астролог за это будет отвечать за свое предсказание. Потому что лучше бы человеку об этом было не знать. Потому что если пессимистично настроенный человек слышит от слишком уж божественного настроенного астролога, что он обречен, то оба за это будут отвечать. Один будет отвечать за то, что он поверил в то, что нельзя победить свою судьбу, а другой будет отвечать за то, что он такое предсказание сделал. Оба из них, они оба, эти человека просто находятся в глубоком небежестве по поводу того, что такое судьба. Потому что судьба человека однозначно имеет препятствия. И однозначно эти препятствия могут быть практически непреодолимыми. Но судьба означает, что победа есть. И даже может быть человек, побеждая судьбу, не выживет, но побеждая судьбу, он ее всегда победит. Потому что победа судьбы не всегда означает остаться в этом мире. Победа судьбы означает увидеть вечность, увидеть себя как душу, почувствовать, что ты Богом защищен всегда в жизни. Вот это победа над судьбой на самом деле. Человек, который это увидел и почувствовал, всегда к Богу идет, возвращается. Вот это победа над судьбой. А если человек обреченным посчитал себя благодаря какому-то другому человеку, то это разруха. Страшная разруха. Разруха. Субтитры создавал DimaTorzok